Итак, всем привет из солнечной долины Калифорнии. И сегодня у нас будет видео о том, как мы приехали в Америку. Ну, я думаю, что кто смотрит мой канал, тот уже прекрасно понял, что мой случай более чем тривиальный. Я просто вышла замуж, и мы приехали в Америку на постоянное место жительства. К мужу, как так сказать. На самом деле я хочу даже больше рассказать именно в этом видео о том, как мы познакомились с моим мужем. У меня немножко другая ситуация, потому что, как правило, я сколько даже смотрела, слушала, девочки рассказывали, что они знакомились со своими мужьями на сайтах знакомств. То есть у меня немножко все это получилось по-другому. То есть я обратилась в брачное агентство. То есть я нашла, выбрала брачное агентство в городе Одесса, позвонила туда, договорилась о встрече, мне назначили время. Я пришла в это агентство. Мне дали заполнить анкету. Вот я сейчас, честно, не скажу, сколько там было вопросов, не помню. Но вопросы были такого плана, как-то вот такие вот, ни о чем можно сказать. То есть какой вы любите цвет, какое вы любите время года, ваши любимые духи, какую вы читаете литературу, какую вы слушаете музыку. То есть вот такие вот какие-то вопросы, именно что касалось меня. Ну, еще они как бы спрашивали образование, да, какое у вас, какими вы языками владеете, дети. В общем, вот такие вопросы. И как бы был раздел вопросов, касающихся непосредственно мужчин. То есть какого вы припочитали мужчину, там, рост, вес, там, цвет глаз, в общем, национальность, там, этническое принадлежение. Ну, в общем, вот такие вот какие-то вот тоже вопросы. И какая страна. Я, кстати, вот Америку рассматривала вообще менее-менее-менее всего. Вот. То есть как бы, ну, это довольно-таки далеко. Конечно, и у меня родители. Ну, в общем-то, как-то так. Мы ближе к Европе все-таки, да, и Одесса как бы. Ну, в общем, для себя почему-то я так определила, что мне больше как-то Европа ближе, чем Америка. Я вот совсем прямо ее не рассматривала, эту Америку. Ну, вот однако я здесь, видите. Вот. Так вот, значит, я заполнила эту анкету. И мне, значит, вот эта хозяйка, значит, этого агентства, она мне сказала, что, значит, следующий шаг, который нам нужно сделать, это ваше портфолио. Она мне дала номер телефона фотографа, который работал непосредственно с этим агентством. Мы с ним созвонились. И, значит, мы назначили время, чтобы сделать фотосессию. Ну, сразу хочу так как бы тоже немножко оговориться. Мне не стоило это все ни одной копейки. Ни анкета, ни как бы услуги вот девочки, ну, я дальше расскажу, значит, ни портфолио. Я не заплатила ни одной копейки, ни за что. Вот. Значит, мы договорились с фотографом, мы встретились. Здесь это было лето. Здесь очень красиво летом. То есть это было начало, по-моему, да. Это было, по-моему, апрель, даже весна, наверное, это была. Ну, неважно. В общем, это было все зеленое, цветущее, пахнущее, очень красиво все. И мы, значит, назначили вот эту вот фотосессию в таком не очень посещаемом парке. Там были такие, как полуразрушенные здания, такие старинные, очень красивые. Ну, фотографии получились очень красивые. Действительно, я осталась довольна фотографиями. Вот. И фотосессия эта длилась, ну, наверное, часа два с половиной, наверное, три точно. Потому что вот единственное было неудобство, это то, что я, как бы, переодевалась на улице, естественно. Вот. Но я подругу свою попросила, она мне, как бы, помогала. В общем-то, там, нормально. Людей там не было никого, поэтому все это было довольно-таки просто. Вот. И единственное, что, значит, фотографии я не выбирала сама, выбирала, они в агентстве выбирали фотографии. Причем так как-то интересно, что я когда вот потом общалась с этой женщиной, я говорю, ну, а вот чего вы вот эту вот поставили, а не вот эту вот, а мне кажется, вот это вот лучше фотографии. Она говорит, нет, мы, у нас там свои секреты, мы знаем. Я говорю, ну, хорошо. Ну, в принципе, ну, в принципе, мне все нравились фотографии довольно-таки, мне были откорректированы, в общем, все. Там не было какого-то там фотошопа такого, что у меня там, я какая-то принцесса прямо, нет. Абсолютно все обыкновенно, вот всего было 10, по-моему, фотографий. И из этих 10 фотографий, значит, вот три раза у меня была смена одежды, да. То есть не было никаких, конечно, ни купальников, ничего такого вообще не было. Было у меня два платья, одно строгое черное платье, одно цветное летнее платье, и был такой брючный комбинезон джинсовый. Все. Ничего супер-пупер особенного, красилась я сама, прическу я себе делала сама, то есть никаких там каких-то таких нереальных вещей не было. Были обыкновенные, нормальные, такие естественные фотографии. Ну, чуть-чуть подретушированные, конечно, там где-то, может, там прыщичек, еще что-нибудь, то есть такие моменты. Вот. Значит, на этом, в общем-то, все. После того, как мы сделали вот эту фотосессию, мне позвонила хозяйка, это агентство, и сказала, что все, значит, мы вашу анкету уже запустили, и вот вам телефон девочки, которая будет вам, как бы, вашим координатором, или как правильно сказать, не знаю. Я так не поняла сначала, думаю, зачем? Ну, в общем, потом я это все поняла, это было действительно очень-очень нужно лично для меня. То есть я позвонила этой девочке, мы познакомились, она говорит, ну, значит, то есть я буду контролировать, скажем так, ваши письма, да. Я говорю, хорошо. То есть получается как, вот когда девочки, ну, как делают, сами, да, там регистрируются на сайты, то есть им, на их почту, да, приходят все письма, и они должны очень довольно-таки много времени тратить на то, чтобы все эти письма прочитывать, все это просматривать, отвечать на эти письма. То есть у меня на тот момент на самом деле не было никакого времени для всего этого, потому что, ну, девочки, кто знает, тот знает, поступает очень много писем первое время, очень много. И, конечно, чисто физически даже на них на все отвечать, ну, мне было это некогда просто этим заниматься. У меня ребенок, у меня работа, и когда-то целый день на работе, ребенок в школе, как бы, ну, это очень неудобно. И вот, в общем-то, было очень, в моем лично, опять же, случае, было очень хорошо, что вот была такая девочка, которая, в общем-то, за меня этим занималась. Ну, предвижу миллион, сразу, конечно же, негодований о том, а как же, что же, это же вот, вы же обманываете. Ну, я не думаю, что это какой-то такой огромный обман, потому что первое время это вот, это происходило так. То есть, что такое первое время, да, что я подразумеваю? То есть, она мне дала, как бы, пароль, да, вот этого сайта, там, все. То есть, я по своему желанию, я каждый день заходила на этот сайт, я, как бы, смотрела на свою анкету, то есть, как выглядит, сколько человек там, да, ко мне заходил, кто меня смотрел, то есть, я полностью контролировала эту ситуацию. Я даже полностью контролировала, что мне пишут, какие мужчины мне пишут, что она пишет от моего, как бы, имени, да, потому что первое время это все довольно-таки, как бы, стандартно, да, здравствуйте, здравствуйте, как дела, хорошо. То есть, для этого, в общем-то, я так поняла, я и заполняла вот ту вот анкету первичную, чтобы, как бы, письмо, да, было с моими, с предпочтениями моими, да, какими-то, вот, опять же, там, цвет, там, цветы, запахи, то есть, такое. Вот, и первое время это были письма чисто вот, ну, как рассказ о себе, да, в двух словах, кто я, что я, как бы, где я училась. И, вы знаете, ну, как бы, вот, на самом деле это, опять же, это только в моем случае, я не знаю, как в других случаях, не знаю, только за себя говорю. Это действительно работает, что постепенно люди, как бы, вот, отсеиваются, кто-то пропадает, кто-то начинает писать что-то не совсем такое, как бы, ну, что мы перестаем с этим человеком переписку, да, прекращаем. Кто-то новый появляется, в общем-то, как-то оно так вот перетекает, и уже из всей этой большой массы мужчин остаются какие-то вот мужчины, которые уже действительно, ну, реальные, да, для отношений, для серьезных, да, отношений. Потому что очень много, ни для кого не секрет, что очень много мужчин, которые делают ради забавы какой-то, ну, не будем уже говорить ради чего. И, опять же, зачем, вот, мне, например, да, тратить время на человека, который даже вот мне не нравится, если он мне даже просто внешне не симпатичен, зачем я буду с ним вступать в какую-то переписку. То есть я зашла, просмотрела, сказала, вот, то-то, то-то, да, то-то, то-то, нет, то-то, как-то тут что-то подкорректировать. И я вам скажу, что по истечении, наверное, двух месяцев, вот, уже сложилась такая картина, что вот появилось два мужчины, с которыми я уже начала переписываться сама. То есть появлялись какие-то новые, да, мужчины, эта девочка продолжала там, как бы заново, да, вот эту переписку начинала, но вот эти два мужчины, которые, скажем так, продержались, да, вот эти два месяца, вот, и которые, в общем-то, я тоже для себя, да, выбрала, которые меня выбрали, скажем так, то есть с которыми мы продолжали поддерживать вот эту переписку, они вот уже вот определились. И я начала уже с ними переписываться сама. Значит, скажу так, что у меня как-то так получилось, что вот опять же, как по рассказам, да, по видео, встает вопрос о, когда возникает вопрос о первой встрече, то есть возникает вот вопрос, где будет эта первая встреча. У нас как-то вот почему-то у меня, да, не возникло такого вопроса. То есть оба этих мужчины, они сами озвучили тот момент, что они приедут в Одессу. То есть я знаю, что многие приглашают к себе, многие там как-то приглашают где-то на нейтральной территории встретиться. У меня, в моем варианте это было конкретно, что оба мужчины, ну не одновременно, слава тебе, Господи, конечно, да, но они предложили, как бы, да, приехать в Одессу, именно чтобы наша первая встреча произошла в Одессе. Мне это было очень, как бы, удобно и как-то приятно, и, в общем-то, мне это полностью подходило, абсолютно. Вот, но сейчас я хочу немножко остановиться, потому что я не хочу делать сильно длинные видео, потому что сама знаю по себе, что не очень интересно смотреть длинные видео, лучше, если есть время, два раза просто посмотреть или перерывчик сделать, пойти чайку побить. Вот, ну все, значит, вот это первая часть. Кому интересно, смотрите вторую часть о том, как я познакомилась со своим мужем и как мы приехали в Америку. Все, всем пока!